Видите, все камни вот эти, их собрали в одну кучу, я их обнаружил разбросан на огромные территории, я их, я говорю, отфотографировал, охраннику показал, да? Вот, это останки чего-то, схожие больше на этот, потому что у остальных обломаны все вот эти крылья, обломаны. Теперь смотрите. Как будто пустой. Это остатки ничего-нибудь, правильно, все легенды связывают озеро Умаю со знаменитым Туми, богом медицины. Вот он, это его подножка, это его подножка, здесь они были расставлены, и бог медицины, это бог великого равновесия, когда мужская и женская энергия, помните, да? Значит, его шапочка, это бога солнца, была из золота, половина солнца, скрывающегося за горизонт его диаротики Каки. Вторая половина, подножка его, это луна, женская энергия, програми вверх. Ручки сложены иногда так, чаще так, а иногда разъединены так. Это показ великого равновесия. Вся нижняя часть, это серебро, верхняя часть, золото. Так вот, эти цивилизации прекрасно знали обо всем этом, об этом равновесии, почему он бог медицины. Если ты не то и не другое, то ты пустота, а из пустоты уходит все. Помните, я рассказал вам историю, как на Уваске происходит очищение, что демоны, прижившиеся у тебя, алкоголизм, сигары курить, сигарет курить, еще что-то, и так далее, и так далее, они потеряют свой дом. У них нет ни пола, ни стен, ни потолка. Они начинают хвататься за салонок, и начинается шабаш настоящий. Может начаться шабаш в Малаке где-нибудь. Они выскакивают, а обратно заскочить не могут, если ты сидишь ровно и стал пустотой. Тебя не видят. Тебя не видят они. И, соответственно, шаман уже изменяет, звуковые связки шамана изменяются, он меняет голос, тональность, бубен играет, может быть, плейтезы играет, все что угодно. Теряется связь с телом, в котором они жили, они потеряли свой дом. И таким образом обратно забраться не могут. Тот же самый принцип переносится на бытовую жизнь, то есть повседневную. Система нас теряет, перестает нас видеть. Это не только система, даже люди, вы для многих людей становитесь невидимыми. Вы тень. Вы, по сути, проскальзываете между ними. Это все связано со звуком. Почему со звуком? Звук изначально это то, что создавало весь мир. И одновременно, когда вы познаете, что звук создавал весь мир, он же свет, звук это свет, когда вы познаете вот этот звук, и если вы его познали полностью, то и звука в конечном итоге нет. Нет ни Бога, нет ничего. Есть только одна пустота, и пустоты, в конце концов, не становятся. Потому что вы и есть все это. Вернуться к этому состоянию – это благо. Но мы зациклились вот в этом отношении в мае, да, вот этой иллюзии, самой мощной иллюзии, которая есть, что мы сквозь стену пройти не можем. Но когда-то первые существа, которые были до более древней цивилизации, они действительно могли проходить сквозь стену. Еще раз напомню, звук расщепляет пространство. Просто мы этого не видим. Но стоит вам стать сверхчувствительными, вы увидите другие миры. И так это будет происходить. Когда вы это будете знать, вы скажете, о да, вот эти места – это порталы. Поэтому все это место, оно опять-таки связано. Земля – камень, ветер – обязательные условия, наличие воды, да, ветер – это звук еще, кроме всего прочего. И четвертый элемент – это огонь, это солнце. А что за солнце? Нет, не вот это. Те самые огненные шары, которых здесь называли всегда в старину и до сих пор называют Инти. Инти – бог солнца, от которого произошли первые инки. Божественное происхождение инков совпадает с божественным происхождением первых китайских императоров. Ини-янь – то же самое, с неба спустившиеся. Инки спустились с неба. Мама – оклю, мамка – капок. Брат и сестра, они же муж и жена. Вот, и все вот так вот начиналось, уплотнялось пространство. То есть, когда мы ходим-ходим вокруг одного места, потихоньку ходим сквозь столб, но внимание к этому столбу привлекается у нас тем, что мы начинаем смотреть. А из чего он состоит, этот столб? В конце концов, бум, однажды мы не можем пройти сквозь столб, сквозь этот камень, по той причине, что слишком начали его много изучать. Это тот же принцип, по которому сейчас не могут объяснить полет майского жука. То есть, майский жук летает, плюя на все законы физики. Абсолютно причем. Его тело слишком далеко для его плоскости, его крыльев. Но рано или поздно ученые подведут основу, почему он летает все-таки и так далее. А вот, подводя основу, мир еще больше начинает сгущаться. Он начинает еще больше уплотняться, потому что мы пока не разберемся, мы не пройдем никуда. А раньше не надо было разбираться. Проходили, потому что вибрировали на том же уровне, на котором вибрировало все. И это можно увидеть только сейчас под скоростным таким способом медитации, как Ави-Ласк. Ну реально, не реклама, но способ показать, как это работает.